добрый вечер поступают всякие драматические сообщения касательно происходящего вокруг нас я сейчас этого касаться не буду может быть в конце занятия все равно как-то придется соединить окружающей нас реальностью мы сегодня последний раз обсуждаем вопросы связанные с мартирологией в рамках чтения книги второй маковейской книги я напомню что мы сначала прочитали сами мартирологические истории в маковейской книге история о старце и лазаре и о матери и семерых сыновьях которая в скобках отметим впоследствии получила в разных традициях разные имена каких-то традициях мирья в каких-то традициях хана видимо из-за шират хана из-за песни ханы в начале книги шмуэля где там упоминается то что бездетная женщина родила семерых сыновей в этой молитве песни а вот так что это видимо связь так вот мы на одном и и и мы тогда сказали что это как бы некоторый принципиальный момент для автора второй маковейской книги живущего в диаспоре противостояния противостояния чужеземным властителям которые стремятся лишить евреев возможности верить своего бога соблюдать законы своей религии это собственно говоря то что сопровождает евреев еврейский народ на протяжении всего его существования в диаспоре или даже в земле израиля но под чужой властью заметьте что где мартирологическая тема когда она сходит на нет как правило в тот момент когда у евреев появляется собственное государство политическая независимость когда не нужно доказывать кому-то извне приверженность своей вере да поэтому мы не находим мартирологии это нахических книгах той эпохи когда евреи живут самостоятельной политической жизнью и в наше время мартирологии такого типа с момента появления государства израиль постепенно отходит в тень во время катастрофы память о которой мы сегодня отмечаем это очень даже имело большое значение это упоминали вот на втором занятии связанным с этой тематикой мы обсуждали то как это преломилось в дальнейших традициях и роторовинистических и ровинистических которые как бы это что называется пытались вчитать в библейские тексты и как бы своего рода таким вот кейстали для нас было стала история с жертвоприношениями цхака вот сегодня третье занятие на этом третьем занятии мы поговорим о том как вообще мудрецы эпохи талмуда относились к мартирологии как таковой мартирология достигла надо сказать я пользуюсь этим греческим термином на иврите как мы помним это называется кедуша шэм освящение божьего имени это все стало с тематика стала с особой остротой конечно связи с восстанием баркохмы потому и прежде всего после его потому что после подавления восстания в середине 30-х годов на второго века адриан адриан объявил о ряде указов которые очень резко ограничили евреев возможности соблюдать законы еврейской религии впоследствии это было уже в более поздний период в талмудический период воспринято как попытка уничтожения еврейской религии как таковой названа термином шмад и как бы еврейская религия воспринимала в чем-то как маковейские истории так и истории связанные с восстанием баркохмы вот именно мучение истории еврейских мучеников как своего рода прототипические истории для всей будущей еврейской истории жизни я сейчас открою с вашего позволения один из файлов которые я приготовил и мы с вами почитаем некоторые тексты первый текст который мы обратимся это текст из вавилонского талмуда трактата вода зара и там рассказывается о двух мудрецах которые как раз живут в эпоху восстания баркохмы 132 135 годы по некоторым мнением 136 окончательное подавление восстания и эти мудрецы встречаются одного из них зовут раби йосип бен кисма а другого раби ханина бен традион он раби ханина бен традион знаменит в связи с тем что его имя упомянуто в списке десятерых казненных римлянами мы об этом еще поговорим и вот тут сказано что когда раби йосип бен кисма заболел то раби ханина бен традион пришел его навестить этот ему сказал ханина брат мой разве ты не знаешь что это этот народ эту нацию воцарили с небес имеется ввиду рим на то то же самое кстати говоря утверждала флавий иосип ибо вот она разрушила его дом его то есть дом бога и сожгла его дворец и убила его праведно праведника и уничтожила всех лучших его и по-прежнему она существует ничего ему не делается значит значит это с небес а я слышал про тебя что ты сидишь и занимаешься торой и собираешь общины чтобы учить то и книга торы у тебя за пазухой это был один из декретов по крайней мере из тех источников которые до нас дошли один из декретов заключался в запрете на общественное изучение торы как ну своего рода с точки зрения того же адриана манифеста вас восставшим на это раби ханина отвечает неожиданно мина шама и мира хэму понятно что это звучит как некий ответ раби и оси который сказал меня шама и мим лихуга с небес воцарили эту нацию а он говорит раби ханина с небес помилует то есть я полагаюсь на помощь небес тот сказал и мы пробиес я говорю с тобой на языке логики они омерлах а дворим шальта а ты говоришь мне с небес помилуй ой думаю я что сожгу ты тебя и книгу тору в огне дальше есть некий разговор который я сейчас пропущу и после этого рассказывают тут о том что прошло недолгое время и раби оси бен кисма умер и знатные римляне его хоронили оплакивали и а когда возвращались нашли раби ханина у сына традиона который сидел и учил тору собирал группы изучения торы и книга торы у него запасу и его тогда привели на судилище или если угодно на казнь обернули его этой книги торы и вокруг обвязали виноградными лозами и подожгли и подносили шерстяные как бы куски шерсти и их они смачивали в воде и подносили к его сердцу чтобы замедлить его умирание я не вникаю сейчас вопрос том насколько это реалистичное описание важно что оно такое как бы очень натуралистическое и драматичное а вот они как бы пытались замедлить его смерть исследователи заметили что есть определенное типологическое сходство между этим описанием описанием смерти иисуса в евангелиях и его дочь обращается к нему которую тоже схватили отец неужели я вот должна видеть тебя в таком состоянии он сказал если бы я горел бы один мне было бы тяжело но сейчас когда я горю и вместе со мной книга торы тот кто вступится за честь торы или отомстит за ее поругание он отомстит и за меня сказали ему или спросили его его ученики учитель на что ты видишь он сказал я вижу как листы клафы на сгорают а буквы разлетаются они ему говорят так ты открой рот пусть тебя войдет огонь чтобы не мучился а он им отвечает я предпочитаю чтобы мою душу забрал тот кто мне ее дал я не готов ускорить свой конец то есть покончить собой и сказал ему тогда палач на такой образ палача который тоже кстати говоря похож на одного из римских легионеров которые обращаются к иисусу в евангелии от луки он сказал ему учитель мой на рабе если я увеличу огонь такая литерация рабе они марбе мы шалхэвэн и заберу вот эту смоченную шерсть твоего сердца ты возьмешь меня с собой в будущий мир сказал да поклянись мне он поклялся и тогда этот римский палач легионер немедленно сделал то что он говорил и рабе ханина скончался тут же и он тогда тоже прыгнул в огонь и вышел с небес голос батколь сказал рабе ханина бен тародион и римский палач приглашаются для будущей жизни заплакал раби раби имеется ввиду раби иуда носи редактор мишни и сказал есть те кто покупает приобретает поэт конечно приобретает будущий мир в одночасье мгновенно а есть тот кто это над этим трудится много лет понятно что раби иуда носи подразумевает самого себя почему он подразумевает самого себя мы очень скоро убедимся потому что увидим что раби иуда носи как раз стремился жить в мире слигет теперь вот когда мы смотрим на этот рассказ на мы понимаем что есть некоторая сложность во всем там описание если бы здесь не было бы раби йоси бен кисме то это было бы может быть обычная история как та которую мы увидим по поводу раби аки вы еврейский мученик принимает смерть освещает божье имя все понятно но здесь слышится как вы некий другой голос голос другого который говорит не так надо поступать на это абсолютно нелогичный поступок так неправильно действовать это самоубийственное поведение а надо стараться что называется замириться с римом и постепенно видимо то как это видит раби йоси бен кисма да мы должны понимать речь не идет о каком-то отступнике нет речь идет о о великом раби которому тот же раби они на бен традион обращается как своему учителю вот поэтому мы слышим здесь какой-то другой голос голос который предлагает другую другой вариант быть может симпатии наши читательские на стороне героя но вот запомним этот голос голос голоса раби йоси бен кисмы и голос раби иуды аноси который плачет и говорит что что такое я тружусь годами должен чтобы как бы добиться чего-то а тут такое мгновенный героизм в качестве дополнительной иллюстрации этого из того из того же трактата вода зара практически из тех же страниц там описывается такой раби и лазар бен прата который как раз ведет себя противоположным образом по сравнению с раби ханиной бен традионом он когда его ловят начинает юлить и значит как бы что называется как-то себя выгорели да они его спрашивают почему ты обучаешь торе почему-то обучаешь аллахе почему тебя называют раби а он говорит не не вы перепутали я учитель ткачей да я на самом деле не имею никакого отношения ко всей этой ситуации и в этом же месте приводят раби ханину бен традиона и говорят ему почему ты преподавал току а он говорит ему ответом отвечает стихом из книги дворим а тут у меня маленькая ошибочка опущена буква м м говорит кашир цивани одунай логай выполняю заповедь господа бога моего там не идет речь об изучении тору буквально смысле но как бы исполняю заповедь тогда его немедленно приговорили к смерти через сожжение да то есть противопоставляется поведение двух типов мудрецов повторяю не мудреца и отступника двух типов мудрецов один из которых стремится сохранить свою жизнь мыслит логически рационально а другой как бы не считается ни с какими рациональными доводами и идет совершенно прямым путем это немножко напоминает немножко напоминает может быть кто-нибудь даже и вспомнил об этом сюжет антигоны а знаменитые антигоны которые писал софокл своей знаменитой трагедии а потом а ну и во франции двадцатом веке создал некий вариант пиесы антигона которая хоронится у брата вопреки приказанию царя и хотя ее сестра и смена пытается ее как-то уговорить сказать что это безумное поведение которое ни к чему не приведет тем не менее антигона делает это потому что долг на нее важнее всего так это у софокл а ну я который был в общем таким экзистенциалистским автором у него антигона произносит такую фразу на все на все попытки ее сестры убедить ее что так не хорошо неправильно нелогично себя вести она отвечает отвечает я ничего не хочу понимать как такое мото как лозунда ничего не хочу понимать никакой логики не существует подобно рабе ханини бен традиону ведет себя другой мудрец которого зовут рабе иуда бен бава он тоже упомянут среди десятерых казненных римлянами который тоже собирает вокруг себя вопреки приказу власти учеников и как бы передает им да то что называется сумеху там да он их превращает в учителей да он им дает право преподавать дает им смеху вот и сам преподает тору и поскольку римляне приказали что всякий кто это будет делать на территории какого-либо города тот эти города будут разрушены территории будут вырублены очищены от людей тогда он садится между двумя горами между двумя городками и между ушей шформом и вот делает это значит вот он превращает в учителей пятерых своих учеников и когда враги об этом узнают и приходит туда то он обращается к своим ученикам и говорит бегите сыновья мои сыны мои они ему говорят а что же будет с тобой учитель наш а он говорит нет нет я перед ними как камень которую не который невозможно перевернуть а я останусь здесь и как сказано что в него вонзили 300 дротиков или каких-то железных значит железных копий и превратили его тело в сито вот такой вот образ тоже понятно что конечно эти сами по себе истории включают себя разного рода гиперболы какие-то такие не совсем реалистические описания но сам по себе мартирологический мотив и появление людей которые готовы принять смерть это несомненно вещь имеющая под собой исторические основания у нас нет по примере никаких оснований этому не верить теперь опять же я хочу продемонстрировать вам в качестве контраст как ведет себя тот же рабе еуда носи которого плакал на он рассказывается в мидраше берешит раба такая история в связи со стихом где яков возвращаясь от лавана посылает своих людей и писал а так скажите господину моему и сам он пытается забириться с и самым айсав в представлении мудрецов и сам и дом это как бы прототип рима и и сказал тогда рабе иуда носи своему секретарю который называется здесь рабе фс напиши письмо напиши письмо от моего имени к господину нашему цесарю антонин а это кто такой был именно этот антонин над этим вопросом Вопросом размышляют разные исследователи. Это действительно династия Антонинов. Какой именно из них подразумевается, здесь есть спор. Большинство считает, что это каракула. Но так или иначе, у него хорошее отношение с рабией Иудой. И вот этот секретарь пишет, от Иуды-патриарха господину нашему царю Цезарю Антонинусу. Взял тогда раби Иуда это, прочитал и порвал. И сказал ему, напиши так, от раба твоего Иуды господину нашему Цезарю Антонину. Тот пораженный, этот секретарь говорит, раби, почему ты так унижаешь себя? А тот ему говорит, чем я лучше своего предка? Разве не так сказал Яков? Так сказал раб твой Яков, посылая Тесаву. То есть, как бы, раби Уда Анаси, в каком-то смысле, он продолжатель традиции раби Йосибен Кисмы, раби Лязар Бен Прата. Вот, как бы, найти общий язык с властями, а не совать специально голову в пасть ко льву. Не искать мученической смерти. Конечно, самым таким, что называется, ультимативным героем этого мартирологического жанра, этого мотива в еврейской традиции является раби Акиба. Да, раби Акиба, который, согласно Иерусалимскому Талмуду, поддержал восстание Баркову. Мы не знаем, собственно, о других мудрецах, которые активно поддерживали это восстание. Возможно, были и другие, о них ничего не сообщается. Есть, правда, еще раби Лязара Мудаи, который находится вместе с Барковой в Бейтаре и молится за то, чтобы Бейтар не пал. Но это другая история. А вот раби Акиба основывает свою программу на стихе из Криятшима, которую мы читаем каждый день. И возлюби Господа Бога Твоим. И раби Акиба говорит, всей душой это значит, даже когда он забирает твою душу. И дальше рассказывается история о том, что раби Акиба, подобно рабе Ханине бен Традиону, собирал людей и преподавал Тору. И некто Папус бен Йуда пытается, подобно рабе Йоси бен Кисме, сказать, ну что ты делаешь? Ну это же неужели ты не боишься наказания царства? А тот ему говорит, я тебе расскажу притчу, знаменитая притча о том, как лис увидел рыбок в воде и сказал им, что вы как бы убегаете с места на место в воде. Они ему отвечают, за сетей, которыми люди нас пытаются поймать. Он им сказал тогда, выходите на сушу, будем жить вместе, я и вы. Они ему сказали, хоть и говорят о тебе, что ты самый мудрый из всех зверей, но ты на самом деле дурак. Если в нашей естественной среде мы так боимся, то там, где мы можем жить, то в том месте, где мы просто реально умрем, естественно мы будем бояться. Так и здесь, говорит рабе Акиба, пока я занимаюсь Торой, я как бы живу. Да, я боюсь, да, меня могут схватить, но я живу. Если я перестану заниматься Торой, то это для меня обозначает фактическую смерть. И дальше рассказывается о том, что оба они были, в отличие от истории с рабе Йосипом Кисмой, которого с почетом хоронили римляне, и здесь, как бы, поворот сюжета другой, более такой нравоучительный, что их обоих арестовали. И тогда-то этот папус признал правоту рабе Акиба и сказал, что блажен рабе Акиба, который, по крайней мере, схвачен за слова Торы. Горе папусу, который схвачен неизвестно за что, да, аль дворим бетелим. То есть, почему его арестовали, тут не поясняется, но мало ли, за что. Во всяком случае, он не понимает, за что ему умирать. И, подобно тому, как сестра, подобно тому, как дочь Рабиханина Бен Традиона спрашивает своего отца, как же вот такое происходит с тобой, а он отвечает, пока со мной Тора, я ничего не боюсь. Так и здесь рабе Акиба принимает мученическую смерть, и ученики спрашивают у него, учитель наш, неужели даже так? Трудно это перевести, короткая фраза, рабей, но откан. Да ты даже вот сейчас как бы остаешься приверженным вере, несмотря на то, что ты принимаешь мученическую смерть. И он говорит им, я всю жизнь страдал из-за того, как исполнить вот этот стих «Возлюби Бога своего всей душой, даже когда Он забирает на тебя душу». Я все время думал, когда же я смогу это исполнить? И вот теперь, когда это произошло, я это не исполню. И он произносил слово «Ихад» один, Господь Бог наш, Господь один или един, пока не вышла его душа, и когда услышан был тоже голос с небес, блажен рабе Акиба, который умер, когда произносил слово «Ихад» один, и что он тоже, как тут говорится, приглашен для жизни в будущем мире. Здесь я снова напомню вам, что рабе Акиба связан в этом смысле с представлением о Бицхате, потому что ученик рабе Акибы, рабе Миил, как раз толкуя этот стих, Бехоль Навшиха, говорит, что это подобно Ицхаку, который сам себя связал на жертвенники, несмотря на то, что это сделал Абрам. Вот, видимо, это как бы рабе Акиба воспринимал себя в каком-то смысле, как второй Ицхак. Еще один текст находится в Вавилонском Талмуде в трактате «Псахим», где, говорится, вспоминаются другие персонажи, трое юношей из книги Даниэля, Хананья, Мишель и Азарья, которые, как тут сказано, почему, говорится, почему они решили отдать свою жизнь за святость имени Божьей. И тут такой удивительный драж, такой совершенно неожиданный. Многие из нас, кто живет в Израиле, по крайней мере, знают этот драж, но вообще, если вдуматься, он совершенно сногсшибательный. Они, говорится здесь, использовали принцип «каль вахомер», буквально легкое и тяжелое, то есть принцип «тем более», сравнивая себя, с кем вы думали, с лягушками, которые появляются в казни, вторая египетская казнь. И говорится так, так же точно, как лягушки, или вот посмотрите на лягушек, которых ведь никто не обязывал принимать смерть за святость Божьего имени, а тем не менее написано про них «уба-ува-любэ-вэйтеха, увы-танурэха-ува-меша-ротэха». Они как бы наполнили собой все дома и печи, и квашни. И вот здесь медраж как бы цепляется за слово «печь», «танур». С чего это вдруг? Когда квашни находятся рядом с печью? Тогда, когда печь горяча, когда собираются печь хлеб, когда в печи горит огонь, значит, они прыгнули в этот огонь с тем, чтобы исполнить волю Божью и свершить эту казнь египетскую. И уж тем более мы, люди, на нас лежит заповедь святости Божьего имени. Рамбам в Мишне Тура тоже говорит об этой заповеди, как заповеди, наложенной на весь Израиль. Вот лягушки и Хананя Мишель Азария. А в то же время... В то же время я сейчас перепрыгну через один источник, вернусь к нему через несколько минут. А вот источник из Бавилонского Далмуда, трактат Бава Кама. Там... Это тоже своего рода медраж. Ага-да. Во второй части книги Шмуэля рассказывается... Такой часть, так сказать, в аппендиксе книги Шмуэля. Это не основной рассказ уже идет. Это как бы добавки всякие. И вот там рассказывается о всяких войнах, которые вел Давид. И в частности, говорится о том, что Давид, значит, когда воевал с филистимлянами, которые находились в Бейтлехене как раз, он захотел пить. И спросил у своих воинов, кто принесет воду, чтобы я попил. И трое его храбрецов туда прорвались, в филистимский лагерь, и набрали в колодцы воды. И принесли ему. И он не решился их пить и вылил их, как бы вылил Господу. То есть, то ли для Господа, то ли был какой-то самостейный жертвенник там. То есть, он не решился пить эту воду, потому что она добыта с риском для жизни. Он так и говорит. Не дай Бог мне сделать это, ведь люди рисковали собой. Я не имею права, они как бы совершили сверхчеловеческий поступок. Так вот, смотрите, что делает с этим Талмуд. Он цитирует этот стих и не захотел Давид пить эту воду. Дальше говорится. Сказал Давид, такую традицию я получил из суда Шмуэля. Мыслится здесь, а года мыслит категориями равнистических реалий. Есть Бейдин, Суд, Шмуэля. Есть какая-то традиция, которую Давид получает оттуда. Смотрите, какая же традиция. Поразительная вещь. Всякий, кто готов умереть за слова Торы, не произносят Аллаху от его имени. Он не решился пить эту воду. Надо иметь в виду, что в рамках этой агады понятно, что вода – это метафора Торы. Нередко Тора воспринимается как метафора, представляется вот как вода. Вода, насыщающая человека. Так Тора насыщает человека. Вот тот, кто готов умереть за это, отдает свою жизнь. От его имени не говорят Аллаху. То есть произошло что-то неправильное с точки зрения автора этой агады. Нельзя этого делать. Это, с одной стороны, его войны, которые готовы были пожертвовать собой. А с другой стороны, он сам как бы их толкнул на это. И он чувствует своего рода вину в этой агаде за происходящее. То есть очевидно, что автор агады, автор этого мидраша, совершенно не поддерживает таких людей, как Раби Акива или как Раби Ханина бен Традион. Не считает, что это правильное поведение. А скорее находится на стороне Раби Йоси бен Кисмы, Раби Леазара бен Праты и подобных им. Или Раби Юды Анаси. До сих пор мы видели как бы истории. Теперь я вам покажу некий короткое обсуждение, более длинное обсуждение в Талмуде, а самое короткое в Тосефте. Тосефте – это произведение, которое создавалось более-менее в ту же эпоху, что и Мишна. Но это отдельный сборник, построенный также точно, как Мишна. И там говорится. Заповеди даны Израилю, чтобы жреть. Как сказано. Мы как раз читали этот стих. Последний шаббат. Это Парашат Ахримот. 18 глава. Этот же текст читают в Йом-Кипу. В Минху Йом-Кипу. Там имеется в виду на самом деле что? Что когда человек соблюдает законы Бога, то он и жив. Понимать ли под этим жизнь как в буквальном смысле. Или понимать ее как некую награду. Что тот, кто соблюдает заповеди, награждается жизнью. Но не так это понимает здесь Талмуд. Он предлагает совершенно нестандартное понимание. Что заповеди даны человеку для того, чтобы он жрел в них. Как тут сказано. Не умирать, а жить. И дальше говорится. Нет такой заповеди, которая бы перевесила важность человеческой жизни. Кроме запрета над идолопоклонства, запрета, связанного с сексуальной сферой, термин гилюя райот, относится как раз вот к тому, что описывается в 18 главе книгевой икра. Различного рода сексуальные запреты. Главным образом разные виды инцеста. Но там еще упоминаются и дополнительные вещи. Скотоложество, гомосексуализм. Еще некоторые вещи. Не суть. Дело не в этом. И кровопролитие. То есть убийство. Вот эти три вещи. Здесь так не сказано. А в Талмуде сказано. Арегу вальта авор. Умри, но не наруш. Если человек оказывается перед выбором остаться жить. Или же поклониться другим богам. Или совершить вот этот сексуальный грех. Или пролить чужую кровь невинную. Тогда лучше умереть. Дальше оговорка. О чем идет речь? В какой ситуации? Не тогда, когда над всей еврейской верой нависла угроза. Когда евреев заставляют переменить веру. Но в момент, когда это происходит, тогда человек должен быть готов отдать жизнь в любую заповедь. Как сказано в Лоте Халилюи Чемко Чи. Не оскверняйте имя мое святое. Им не Бога. И сказано в книге Мишлей. А все, что Господь создал, все ради него. Понимается, ради его святого имени. Повторяю, в Талмуде это гораздо более распространенное такое обсуждение. Там, в частности, приводится неожиданным образом мнение меньшинства, раби Ишмаэля, который часто спорил с раби Акивой. И он говорит, нет, нет, идолопоклонство к этому не имеет отношения. Человек должен, если его заставляют поклониться другим богам, выбрать жизнь. Но это, правда, мнение, остающееся в меньшинстве. Талмуд еще добавляет то, чего нет, то сефти. Видимо, это более позднее дополнение. Дополнительное ограничение. Вопрос, делается ли это тайно или явно. Если человека тайно заставляют совершить проступок, тогда жизнь перевешивает. А если это прилюдно, публично, тогда неважно. Тогда, значит, за любую заповедь нужно быть готовым умереть. Из этого что мы понимаем? А на самом деле мы понимаем, что отношение мудрецов Талмуда к мартирологии Киду Шишем было сложным, неоднозначным. И пыталось как бы найти какую-то равноденствующую линию, какое-то равновесие. С одной стороны, они, конечно, признавали то, что есть такое понятие Киду Шишем и героизировали фигуры, которые это делали. Та же мать и семь ее детей, про которую мы читали в Талмуде в прошлый раз. Повторение истории из Второй Маковейской книги, тот же раби Акива, представление о том, что Ицхак был готов принять мученическую смерть и так далее. Да, да. Но с оговорками. То есть как бы они пытались найти какое-то равновесие между двумя крайними позициями. Между позицией таких людей, как раби Ханина бен Традион, раби Удабен Бава, раби Акива, с одной стороны. И такие люди, как раби Йоси бен Кисма, как Папус бен Йуда, как раби Йуда Анаси, как раби Лязар бен Традион, которые говорили, нет, человек должен стараться сохранить свою жизнь. Даже если приходится ловчить и как-то перед властями пресмыкаться, но зато мы как бы что-то выгадаем на этом деле в дальней перспективе. Напомню вам, что в прошлый раз я упоминал пьесу Брехта «Жизнь Галилея», где тоже обсуждалась эта проблематика. И там она решается в конечном итоге в пользу тех, кто жертвует собой. Но при этом я говорю, что Талмуд пытается установить какие-то рамки. Талмуд, то сэфта, вся традиция, да, сказать, что не во всяком случае нужно это делать. Нужно стремиться вообще к тому, чтобы сохранить свою жизнь. Не искать смерти, как раби Атьева, который говорит, вот я всю жизнь мечтал, как исполнить эту запад. И нет, человек должен жить, а не умирать. Есть действительно пограничные ситуации, но они оговариваются. Какие-то пограничные ситуации, когда человек должен быть готов к тому, чтобы принять эту мученическую смерть. А перед тем, как я перейду к другому файлу, я хотел бы действительно соединить все-таки то, что мы сейчас обсуждаем с реалиями, окружающими нас. И я повторяю, это, казалось бы, тот момент, когда существует государство Израиль, да, когда евреи не зависят от иноземных властителей настолько, как бы, мартирологическая тема вроде как сходит. Но в то же самое время я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Сейчас идут в Израиле очень непростые дебаты, политические дебаты касательно того, как вести войну, что надо делать. А вот я, например, был, я писал об этом рядом с палаткой протеста тех семей, которых потеряли своих близких на войне. И на войне, и, может быть, тех, которые потеряли их в плену, которые погибли, часть из них. Вот, и эти люди говорили о том, что Израиль не может себе позволить остановиться на полпути. Нужно во что бы то ни стало довести войну до самого конца. Там мы должны, это не вопрос, как бы, логики, да, это вот нужно идти до конца. Нельзя унижаться. Иначе получается, что люди погибшие пролили свою кровь зря. Они не пролили кровь зря, и, как они говорят там, они завещали нам победу. А с другой стороны, как и другие люди, которые говорят, это совершенно нелогичное поведение. Надо считаться с мировым сообществом, надо считаться с мнением тех, от которых мы зависим, от Америки, от поставок их оружия, от того, что нас, значит, что с нами будет, если нас, там, я не знаю, призовут на суд в Гаагу, и вообще, насколько это, там, допустим, вход в Рафиах решит действительно судьбу войны, можем ли мы рассчитывать на то, что после этого мы добьемся своих результатов, скорее всего, и тогда мы их не добьемся. Как бы слова логики, кто прав? Видимо, надо спросить, кто прав эмоционально, а кто прав рационально. С другой стороны, оборотная сторона той же медали, когда речь идет о тех, которые томятся в плену. С одной стороны, люди, которые говорят, любой ценой освободить, любой ценой освободить, нет ничего важнее, чем их освободить, ничего не хотим понимать, как та же Антигона. С другой стороны, люди, которые говорят, как любой ценой, а что будет тогда с Израилем? Если мы, уже был такой опыт, когда отдали тысячи террористов за одного израильского пленника, потом получили себе на голову такие проблемы, невозможно так себя вести, это абсолютно иррационально, это абсурдно, не любой ценой. И как бы каждый раз, когда сталкиваешься с такими вот полярными позициями, в общем, понимаешь, что нет однозначного ответа на этот вопрос, нет. Поэтому, наверное, Палмуды пытаются как бы найти какую-то такую линию, которая бы отвечала и на требования одного полярного мнения, и на требования другого полярного мнения. Потому что действительно очень трудно принять решение в таких ситуациях. И уж, конечно, понятное дело, что лишь те люди, которые действительно испытали совершенно нечеловеческое страдание, будь то те, которые потеряли близких на войне и требуют продолжения этой войны во имя памяти этих близких, будь то люди, у которых родные находятся в плену Хамаса и требуют их немедленного освобождения, как бы внутри себя ты понимаешь, что не будучи в их положении, ты на самом деле обезоружен, ты не можешь, даже если ты не согласен с ними, ты не можешь напрямую им это сказать. Да, это я как бы, что называется, излил свои эмоции, свою позицию. Я сейчас, конечно, дам возможность вам высказаться. Я единственное, что хотел бы все-таки завершить как-то эту тему. Я именно закрою сейчас этот правил и открою другой. Я очень кратко поговорю об этом. Это вот этот самый сюжет, который уже несколько раз упомянул, упоминал на сегодняшнем занятии, о десятерых казненных римлянами. Это на самом деле сюжет очень странный. Он странен не только потому, что он абсолютно аисторичен, поскольку там собраны имена мудрецов, которые жили в разные эпохи. Кто-то в эпоху Великого Восстания в I веке, кто-то в эпоху Восстания Баркова во II веке. Они там все соединены в одно. Но, видимо, подразумевается там все-таки мученики эпохи Барковбы и под злодеем, нечестивцем Цезарем подразумевается Адриан, скорее всего, а никто другой. И там действительно это десять казненных римлянами, которые... Действие, конечно, число типологическое. Десять заповедей. И там совершенно неожиданно вводится мотив, который, в общем-то, чужит еврейской традиции. Она старалась от него дистанцироваться в конечном счете, потому что он был усвоен христианской традицией. Он в чем-то появляется во II Макалейской, особенно в IV Макалейской книге, о том, что праведники, мы обсуждали это в прошлый раз или позапрошлый раз, что праведники своей смертью искупают грех народа, поколения, всего человечества. Искали, скажем, христианская традиция ищет основу этому в 53 главе книги Ишаяу. Ну, в общем, еврейская традиция, хамудическая, бежит этого. Она как бы не очень видима из-за спора с христианским представлением о искупительной силе Иисуса и его искупительной силе смерти Иисуса и, скажем так, Павла в апокрифических христианских произведениях. Да, как бы это воспринималось как ультимативное требование, предъявленное человеком. Мы видим, что хамуд не очень это любит. Но здесь перед нами некая исключительная традиция, которая, в общем, не является мейнстримом. Это этот пиют, который мы читаем в Йом-Кипур, который основан на Мидраше. Он появляется в разных версиях. Мидраш Эле-Искера. И там, кстати говоря, есть разные версии имен разных мудрецов. Я сейчас сдаваться в это не буду, будь у нас время можно было это обсудить. Но дело-то не в этом. Там главное, что эти мудрецы выясняют, что они должны принять мученическую смерть. За что? За то, что когда-то братья продали Иосифа и этот грех не был отомщен. И вот теперь, вот теперь они должны это сделать. Эти 10 мудрецов должны искупить собой этот страшный грех. И удивительным образом мы узнаем, что как раз в апокрифической литературе, не в равнистической, а в апокрифической литературе этот сюжет очень явлен. В книге юбилея 2 века до новой эры говорится о том, что Иосиф был продан братьями, или точнее братья сообщили Якову о том, что Иосиф пропал в Йом-Кипур. И в книге юбилея говорится, что именно поэтому был установлен Йом-Кипур как попытка искупить грех. Внешние тайны, внешние то, что они так огорчили своего отца, а тайны, потому что на самом деле они Иосифа и продали. Этот грех должен быть искуплен. И именно из-за этого был установлен Йом-Кипур. Поразительным образом это находит свое отражение в Медрашейле Искара. И в том пьюте, который мы читаем в Йом-Кипур, потому что искупительная смерть десятерых казненных римлянами воспринимается как смерть в Йом-Кипур. Кроме того, у нас есть несколько текстов, в которых цитируется тот же стих, тот же стих, который и в в пьюте, и в Медраше о том, что продали Иосифа за ботинки. Продали ишмаильтянам. Причем тут ботинки? А дело в том, что есть стих из книги пророка Амоса, где тот нападает на элиту израильского тогдашнего общества Северного Царства и говорит о том, что они не жалеют бедняков и продают за деньги праведника и бедняка за ботинки. Видимо, речь идет о тех, которые им должны, которые взяли, может быть, суды и не могут отдать и их продают в рабство за это. И вот любопытно, что, во-первых, в таком поклифическом произведении, как «Завещание патриархов», «Завещание из Завулуна», говорит, как раз рассказывается о том, что братья вот эти деньги, которые они выручили за продажу Иосифа, они использовали на то, чтобы купить обувь в себе, своим женам и своим детям. То же самое говорится в таком очень странном Мидраше, который был создан в исламскую эпоху, Перкедир Абилиезар, и у которого есть очень много сходных линий вот с традициями апокрифическими эпохи Второго Храма. Там тоже говорится, что Иосифа продали за 20 монет и купили на эти деньги свою обувь и цитируются стихи из книги Амоса, и также точно стих о продаже Иосифа переводится в так называемом Иерусалимском Арамейском Торгуме или Псоида Йонатан, который тоже был, видимо, создан в исламскую эпоху, где тоже говорится, что за продажу Иосифа выручили обувь. То есть вот это поразительная вещь. Такая мартирологическая традиция абсолютная, беззаветная, которая отражена вот в этом тексте, который с течением времени, вот текст этого медраша про десятеры казненных римлянами, медраж, который переложен в пиют, который стал частью еврейской литургии. Мы не знаем точно, когда это произошло, но он стал частью еврейской литургии на Йом-Кипу, хотя он крайне сильно отличается от, повторяю, от воззрений мудрецов Талмуда. И вот этот текст, он как раз отражает те традиции мартирологии, которые мы находим во второй и четвертой макавейских книгах, которые мы находим в других традициях эпокрифических эпохи второго храма и в раннехристианской традиции тоже. То есть это, видимо, некая боковая линия, которая потом вернулась в лоноиудаизм, стала его частью, поскольку, видимо, мартирологическая тема в средние века для еврейского народа была одной из центральных тем, тема кидуша шема, именно потому, что еврейский народ переживал в эту эпоху. События, конечно, несравнимые, может быть, по масштабу своему с катастрофой европейского еврейства, которую мы сегодня отмечали, но это как бы небольшой, пусть меньшего масштаба, но катастрофы, и, к сожалению, мы сегодня стали свидетелями того, что даже когда существует государство Израиль, подобного рода катастрофа, пусть, опять же, естественно, не такого масштаба, может произойти, поэтому нельзя как бы почивать на лаврах и всегда думать о том, что если есть государство, то тогда мы как бы защищены абсолютно от подобного рода вещей, вот, но я здесь поставлю точку, как бы, я постарался представить вам в такой конспективной форме, значит, вот, как воспринималось, интерпретировалось в фронистической традиции это мартирологическая линия, линия Киду-Ша-Шем, вот, и теперь время задать вопросы, кто хочет сделать свои замечания, пожалуйста, вопросы, замечания? Дима? Да. Да, мне кажется, что зря ты современную политику приплел, потому что в ней все-таки она совершенно не параллельна вопросу мартирологическому умирать за веру или компромет, вопрос, который мартирологический, о совершенной временной политике он совершенно как-то не связан, на мой взгляд, а там идут вопросы исключительно логические, политические, власти, в общем, не хочу сейчас политику обсуждать, но мне кажется просто, что параллель совершенно неадекватный. Окей, во-первых, спасибо за замечание, это как бы твое право это воспринимать, я хотел бы просто еще раз подчеркнуть, я не пытаюсь сказать, я с самого начала сказал, что сейчас это совершенно другая ситуация, вечно это мартирология, вечно это другом, не зря я заглавил это наше сегодняшнее занятие словами Раби Йосибен Кисли, я тебе говорю языком логики, а ты мне с небес помилуй, это противостояние, рацию и эмоцию, да, вот эти два фактора, которые действительно в раввинистической литературе как бы выразились в процессе осмысления вот этой этого назвавца там даже не просто литературный мотив, это историческая реальность некая, кедуша шемп, освещение божественной имени, сейчас в каком-то смысле, да, это я согласен совершенно другая совершенно сфера, но тут тоже идут споры о том, значит, как оценивать происходящее на языке логики или на языке исключительно эмоций, на языке я тебе пытаюсь объяснить, как правильно себя вести, а ты мне на это ничего не хочу понимать, ну, а дальше, конечно, можно считать, что это оправданные параллели, неоправданные параллели, еще, пожалуйста, вопросы, замечания, если у кого есть, кто-то хочет что-то еще сказать или спросить, очень трудно что-либо очень трудно что-либо добавить и обсуждать то, что касается современного момента, ужаса, ужаса. Смотрите, современный момент это, конечно, когда, я думаю, что для тех, кого мы обсуждали современным моментом, естественно, была та реальность, в которой они жили, в своей реальности, вот, но это, к сожалению, те вопросы, которые в какой-то момент поднимаются и приходится решать, увы, конечно, хотелось бы, наверное, без них, но, увы, жизнь складывается таким образом, что мы вынуждены так или иначе с этим соотноситься. Ну что, мы завершаем сегодня или что-то еще? Наверное, да. Я тогда благодарю вас за внимание и хочется надеяться на какие-то благие, на какое-то благое развитие той ситуации, в которой мы все находимся. Вот, и мы поставим вас в известность, что будет со следующей неделе, потому что там все не просто «йом из-за короны», «йом от-смаут» у нас, удастся занятия или нет, мы будем с вами на связи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Пока. Спасибо. До свидания.